Не планировал сегодня встречаться с вами, но очень рад, что вы пришли. Не предупредил меня губернатор, что здесь у нас будут люди, но я очень рад, что вы пришли. Спасибо. Я когда проехал по этой дороге, я вспомнил свои детские годы, я хорошо знаю вот этот район, но его не узнаю, он за четверть века не просто изменился, он просто новым стал. Здесь этих домов не было. Губернатору даем людям новое жилье, строим там дома, дома красивые. Но единственное мое требование на этих домах, если кто-то и должен заработать, то государство. Никакого частного, ненужного нам строительства, потому что я часто говорил, как строить частник. Он пришел, взял кредит в банке, у него нет даже конторы, у него ни людей нет, у него три человека. Взял кредит, пришел в строительный трест, отдал деньги, дал ему маленькую цену, он построил этот трест наш, который у вас 12-й или 18-й, как он там, 17-й. Да, да, да. Продал квартиры по хорошей цене, прибыль себе в карман положил. Спрашивается, зачем нам такие строители? Тресту надо отдавать территории, площади, они пусть строят, договориться с ними 5-процентной рентабельностью, и цены будут в руках у мэра Могилева. Я не против участника, но ты создай себе компанию, чтобы у тебя были люди. То есть приоритет должен быть отдан трестам этим. Это государственное, государство отвечает. И когда мы навели здесь порядок, вы знаете, резко уменьшились долгострои, которые нам пришлось достраивать. В этом направлении мы должны двигаться. Я это говорю, чтобы вы знали, какие требования предъявляются к людям на месте, к органам власти на месте здесь, в горы с полкомом, облы с полкомом, рай с полкомом, главам администрации, и какая система должна работать. Конечно, кому-то это не нравится. Знаете, кому. Но это уже их проблемы. Мы должны, по крайней мере, работать в этой ситуации в интересах подавляющего большинства людей. Посмотрим 2-3 года, во что это выльется. Пока это дает хороший результат. Но это вот на скидку, если говорить по строительству. Ну, этот объект, вы помните, не хуже меня, знаете еще с тех-тех давних времен. Я уже думал, развалился он. Ну, губернатору глаз замылил. Начал он руки мне выкручивать. Надо, говорит, закончить. Мы тут чемпионов мира, олимпийских чемпионов подготовил. Жду. 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 Да. Но должен вам сказать на злобу. Вот здесь бассейны, и малый, и большой. Большой бассейн, ну это вообще супер бассейн. Там мирового уровня. Это шикарный бассейн для проведения любых соревнований. Белорусского уровня однозначно. Чаша идеальная. Когда ты плаваешь, ты дышишь как надо. Это тяжелый вид спорта. Подумайте. Каждое утро, каждый вечер, понемногу, хотя бы по полчаса, чтобы легкие у вас раздувались от воздуха. Главное, это вот здоровый образ жизни. Я вам говорю из своей практики. И питание. Вот врачам тоже говорил. Да не бросайтесь вы на эту импортную. У меня возможностей там приобрести какой-то импорт предостаточно. Но я никогда не питался тем, что нам привозят из-за границы. Своя, своя. И картошка, и морковь, и капуста. Все же мы производим. А мясо-молочная продукция лучшая в мире. Лучшие в мире мы. Поэтому питаться вы должны только своими продуктами. Это мой вам совет. И заниматься спортом. Особенно здесь. Слушайте. Днепр. Красавец. Выходите туда, бегайте, тренируйтесь. Ну, это для вас. И вы же детей приучите своих. У вас дети будут здоровыми. Поэтому на злобу. Вот противостоять этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Это пускай вам вот в помощь будет. Хотя я не сторонник спортивных залов. Я не сторонник. Лучше, конечно, на воздухе, на природе. Все просто. Все в простом. Давайте возвращаться к простому. И не забывать то, что было хорошего в наши годы. Уважаемый Александр Григорьевич. Становится большой традицией открывать знаковые объекты. А что ты народу не представился? Я? Да. Владимир Подобед, председатель правкома Могилевкин-Волокно. О-о-о. Спасибо вам, Александр Григорьевич, что именно сегодня вы в Могилеве. А почему сегодня? А если бы завтра? А сегодня тоже нас праздник, оказывается. Ага. 5 ноября 1968 года была выпущена первая Лавсан. Поэтому наш сегодня с Петром Михайловичем тоже праздники нашего коллектива 53-х годовщины Могилевкин-Волокно. Вот опять руководитель наших профсоюзов натолкнул меня на мысль, когда распался в Советский Союз. Все советское, все было плохо. Ну, кому-то надо было ноги вытереть о нашу историю. Не надо это делать, потому что это наша история. Ее не изменить. И я, по-моему, первый раз в Австрии, 20 с лишним лет назад, экскурсовод с восхищением рассказывал про Австро-Венгенскую империю и прочее. Я шел-шел, а потом остановил. Слушайте, а что вы так гордитесь своей империей? На нас вы говорите, что мы империя зла. А вы гордитесь своим имперским прошлым? И они говорят, да, это политики, это не мы. И говорят, вот все, что здесь есть, вокруг показал, это, говорит, создано в той империи. То есть они свою историю не испоганили. Они не вытирают об нее ноги. Тогда передо мной стоял, я тоже был коммунистом. И партийный билет где-то до сих пор в шкафу лежит. Комсомольский нашел, вот партийный, что надо найти. Но я его не выбрасывал. И я не отрекаюсь от своего коммунистического прошлого. Но стал президентом. Времена меняются. Что делать? 7 ноября и прочее. Президент объявляет по Конституции праздничные дни. И я оставил это праздничным днем 7 ноября. И для молодежи, ну, среднего возраста, которая, может, не воспринимает уже этот праздник. Революции лимиты исчерпали. Не надо нам уже, наверное, революции. Я предложил, говорю, слушайте, давайте не будем памятники рушить. Переименовывать улицы. Давайте к 7 ноября, все-таки праздновали мы, ходили на демонстрации. Будем дарить людям подарки. К 7 ноября. И это прижилось в стране. И начиная от райисполкома и заканчивая президентом, мы где-то открываем какие-то объекты. Ну, кто будет против этого? Никто. И праздник к месту. Вот. Ну, и новый праздник появился у нас в сентябре месяце. Вы знаете, когда 17 сентября. И у вас уже улица появилась. И площадь. 17 сентября. Молодцы. Мне приятно, что мои земляки быстро сориентировались и это сделали. Поэтому вот. Будем помогать, будем делать. Но пора уже и вам самим вставать на ноги. Должно и химволокно работать. Заводы искусственного волокна вы снесли, но это была моя команда. Стройте там жилье. Да, вот химволокно надо закручивать как следует. И они начинают уже работать. Там надо полностью все было перестраивать, проекты есть. Как бы ни было трудно, Петр Михайлович, надо в этом направлении двигаться. Я скоро буду у тебя там. Это бренд Могилева, от этого никуда не денешься. Но, конечно, надо стараться, чтобы было производство как можно чище. Спасибо. С праздником. Спасибо, ребята. Еще ко мне вопросы. У вам благодарности. У строителей. У строителей какие есть проблемы. Вы нам помогаете, вы нас понимаете. Вы настоящие строители. Слушайте, если мы говорим, что надо, чтобы развивалось, чтобы менялось, пирамены были. Это строительство прежде всего. Какие перемены, какие изменения, если нет вот этой вот красоты этих домов. Поэтому строители – это основа любого движения вперед. Не будет этого – не будет спортсменов. Всех на Днепре не подготовишь. Не будет этого – людям негде будет жить. И вообще строители, я всегда оценил, это тяжелейший труд. И холод, и дождь, и жара. Он на улице. Поэтому без строительства никуда. Спасибо. Александр Григорьевич. Пожалуйста. Я сегодня пришла. Где вы? Я перед вами. А я все на стороне ищу. Я тут. Я рядом. Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Ну, не могла... Настоящий мужчина. Опять в интернете напишут, что новая любовница. Вы настоящий мужчина. Сказано – сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны. Для Белоруссии. Как вас зовут? Елена. Елена. Должен вам польстить. Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас. Конечно. Спасибо просто, что вы есть у нас. Я работаю в Беларуси, я живу в Беларуси и люблю самого главного белоруса нашей страны. У вас, Александр Григорьевич. Спасибо. 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 Спасибо.